Мы сейчас говорили о исправлении человека, ну естественно. Какого человека? Души. А здесь говорится, не совершай никакой работы ни ты, ни сын, ни дочь твоя, ни раб, ни скот твой, ни ничего. Это его частные желания. Конечно. Скотина моя, и жена моя, и все они во мне. Вот они все. Это все уровни моих желаний, конечно. Только за них я отвечаю. Понятно. Исправление идет от легкого к тяжелому? Исправление так происходит или нет? Нет. Оно исправляется на этой ступени комплексно. На этой ступени вы что говорите? Вот, например, первый день. Первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой. Они все входят в один комплекс. Ты не можешь сделать это больше, это меньше, это как-то. То есть работа идет и с женой, и со скотом, и со всеми. Абсолютно со всеми, и абсолютно во всех условиях. Они все должны соответствовать друг другу. Это должен быть комплект. То есть одно входит в другое все время? Да. И на этом заканчивается неделя. Следующий комплект. Ты получаешь вот такую вот пачечку, которую ты должен исправить. Новое раскрытие своих свойств. Понятно. То есть это, в принципе, работа человека, не относится ни к национальности, ни к этому, работа человека. В итоге да. И к этому придет человечество, да? Так же, как эта группа, которую Авраам увел из Вавилона. Это была просто группа, которая начала это делать, поэтому называлась Иудим, от слова Ихуд, связь, Исраэль, направление к Творцу.